11 декабря на 348-м километре трассы М11 Нева в Балаговском районе области прошли учения МЧС с привлечением специалистов различных силовых структур и ведомств. Наш регион включился в глобальные всероссийские учения на объектах транспортной инфраструктуры. В Российской Федерации отрабатывалось 6 вводных. Нам досталось вводное крупномасштабное ДТП на скоростной автомобильной дороге М11 Нева. По условиям вводным в ДТП попало 4 автомобиля, в том числе и автобус. Пострадало порядка 50 человек. И в результате ДТП образовались многокилометровые пробки как в одну, так и в другую сторону. Подробнее о ходе учений, которым привлекалась и авиация, мы расскажем в итоговом выпуске патрульной службы. Кашинским межрайонным следственным отделом регионального следственного комитета по результатам проведенной процессуальной проверки возбуждено уголовное дело в отношении специалиста по безопасности дорожного движения организации «Экспресс-Кар», подозреваемой в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Как мы сообщали, 30 ноября в Калязинском районе области на 109-м километре автодороги Углич-Сергиев-Посад съехал в Кювет автобус, два пассажира которого получили травмы. По данным следствия, 30 ноября текущего года в Ярославской области 38-летняя женщина, являющаяся контролером технического состояния автотранспортных средств открытого акционерного общества «Экспресс-Кар», обязанная проводить контроль технического состояния транспортных средств перед выездом на линию с места стоянки и не выпускать их на линию с неисправностями, не выполнила возложенные на нее обязанности и выпустила на линию автобус общества с неисправностями в виде неработоспособности ремней безопасности на пассажирских сидениях, при наличии которых его эксплуатация запрещена. В этот же день, в результате противоправных действий женщины, которая оказала указанным способом услугу по проведению предрейсового контроля технического состояния автотранспортного средства, водитель открытого акционерного общества «Экспресс-Кар» выехал на автобусе на линию и осуществил на нем по маршруту Рыбинск-Москва междугороднюю перевозку пассажиров. По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается. 10 декабря во всех регионах страны состоялись заседания общественных советов при Федеральной службе судебных приставов. Подвели итоги работы за год и обсудили планы на новый 2020 год. Впереди у судебных приставов всей России прием граждан, который состоится 12 декабря с 12 часов дня до 20 часов вечера. В эти часы могут обратиться как граждане представители организации с вопросами, которые необходимо им решить в рамках исполнительного производства. Прием граждан будет вести исполняющие обязанности главного судебного пристава, заместители руководителя, старшие судебные приставы и начальники отделов аппаратов по направлениям деятельности, а также непосредственно судебные приставы исполнителя. Судебные приставы будут принимать жители региона 12 декабря по всем злободневным вопросам.